Учащиеся Тверской гимназии номер 44, семиклассница Ариана Смирнова, девятиклассница Екатерина Леонова и одиннадцатиклассник Кирилл Бордюк победили в телевизионном конкурсе «Мы, Громотеи». Программа выходит в эфир федерального телеканала «Россия. Культура». С участниками интеллектуальной телеигры встретилась Наталья Чекет. В эфире развлекательно-познавательная программа «Мы, Громотеи» и «Япренков Александр». Камера, мотор. Работаем, друзья. Мы, Громотеи, интеллектуальная игра на знания русского языка. Ребята из Твери соревновались с учащимися московской школы номер 2094. Идея отправить гимназистов сниматься в интеллектуальном шоу принадлежала директору учебного заведения Людмиле Дровосековой. Мы благодарим коллег из среднеобразовательной школы номер 34, которые были как раз первыми и участвовали в конкурсе и победили тоже. И вот по почину тоже решили подать заявку для того, чтобы помериться с силами в грамотности и в знании русского языка. Во время телеигры ребятам надо было продемонстрировать блестящее знание русского языка. Просклонять числительные, правильно расставить ударения в словах, распределить однокоренные слова в алфавитном порядке. Одно задание мне запомнилось сполна, потому что буквально за час до самого конкурса мы разбирали старые слова, ну устаревшие, разумеется, среди которых было слово «агнец». Оно мне очень хорошо отложилось в памяти и именно оно же на программе и выпало. И уже несмотря на то, что нам было дано ограниченное количество времени, я попросил, чтобы был досрочный ответ. И в силу того, что я выкрикнул, что уже в программу, собственно, не вошло, нам не засчитали балл. Конечно, для победы пришлось приложить немало усилий. Готовили гимназистов к ответам на каверзные задания и вопросы учителя русского языка, а также преподаватели Тверского государственного университета, в частности, доцент кафедры русского языка Нина Сергеева. Огромная благодарность есть за помощь ребятам в освоении каких-то орфографических правил, напоминания орфографических правил, освоении каких-то сложных вопросов. Я знаю, что они решали какие-то трудные задачи и старались отвечать на эти вопросы. И для нас был очень приятный и нужный опыт. Пережили волнение и гордость за таких звезд. В качестве домашнего задания ребятам надо было представить свое образовательное учреждение, подготовить вопрос для соперника и тавтограмму, рассказ, все слова которого начинаются на одну и ту же букву. Тверские гимназисты представили литературное произведение, используя лишь слова на букву «С». Детки замечательные были инициаторами. То есть нам было очень сложно, наоборот, что-то свое внести. Мы столкнулись с тем, что мы предлагаем, например, свое такое задание, нам кажется более официально придумать текст на одну букву, а они стихотворение, а они вот это. Причем предложений было очень много. Была, Мария Евгеньевна, организована специальная группа ВКонтакте, где все участники работали, они свои предложения. Участница завершающего раунда, ученица девятого класса Екатерине Леоновой предстояло исправить ошибки в предложенных словах. Екатерина выбрала повышенный уровень сложности. Слово «викторианец», в котором в итоге сделала ошибку моя соперница, когда ты не произносишь вслух, достаточно сложно понять, что не так. И у меня были сомнения. И дело в том, что ты не видишь следующих слов, пока не напишешь это слово. А время ограничено, и приходилось решаться. В целом, несмотря на само соревнование, как рассказывают ребята, на съемочной площадке царили позитивные эмоции. Команда поддерживала, еще вторая команда поддерживала. Из-за того, что самая маленькая была, там по росту немножечко пришлось тумбу под меня подставлять. Команда из Тверской гимназии победила соперников со счетом 30-18. И привезла домой кубок победителей, который пополнил внушительный фонд наград гимназии. Спасибо.